Радио «Звезда» Несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышавшись о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искосо бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышавшись об экономии его и редком управлении имениями, он почел задолг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было бы привести иную лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум. На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ему зубов не было, что именно неизвестно, но, вероятно, смысл был таков. А побрал бы тебя черт с твоим почтением. Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что искряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее «Прошу покорнише садиться». «Я давненько не вижу гостей», — сказал он. «Да, признаться, сказать в них мало вижу проку. Завели при неприличной обычае ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном». «Я давно уж отобедал. А кухня у меня такая прискверная, и труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделаешь». «Вот оно как!» — подумал про себя Чичиков. «Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку доломоть бараньего бока». «И такой скверный анекдот, что сено хотя бы клок в целом хозяйстве», — продолжал Плюшкин. «Да и в самом деле как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак. Того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!» «Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, что у вас более тысячи душ. А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот бают тысячи душ, а подитка сосчитай, а ничего не начнешь. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. «Скажите, и много выморила?» Воскликнул Чичиков с участием. «Да, снесли многих. А позвольте узнать, сколько числом?» «Душ восемьдесят». «Нет, не стану лгать, батюшка. Позвольте еще спросить, ведь это души, я полагаю, вы считаете, со дня подачи последней ревизии. Это бы еще слава Богу!» Сказал Плюшкин. «Да лихто, что с того времени до ста двадцати наберется!» «Вправду, целых сто двадцать!» Воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления. «Стар я батюшка, чтобы лгать, седьмой десяток живу!» Сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнуют. «Да ведь соболезнование в карман не положишь!» Сказал Плюшкин. «Вот! Возле меня живет капитан!» «Черт знает его, откуда взялся!» говорит родственник. «Дядюшка, дядюшка!» И в руку целует. «А как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги!» «С лица весь красный!» «Пеннику чай насмерть придерживается!» «Верно, спустил денюжки, служа в офицерах!» «Или театральная актриса выманила!» «Так вот он теперь и соболезнует!» Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и не откладывая дело далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подать и за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он вытаращил глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил, «Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?» «Нет», отвечал Чичиков довольно лукаво, «служил постарской». «Постарской?» повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. «Да ведь как же, ведь это вам-то самим в убыток для удовольствия вашего, готов и на убыток». «Ах, батюшка, ах, благодетель ты мой!» воскликнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофея и полыхалата раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания. «Вот, утешили старика, ах, господи ты мой, ах, святители вы мои!» Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувший его в комок, стал им возить себя по верхней губе. Как же с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? И деньги будете выдавать мне или в казну? Да мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали. «Да, купчую крепость», сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. «Ведь вот, купчую крепость, все издержки, приказные такие бессовестные. Прежде бывало полтиной меди отделаешься до мешков муки, а теперь пошли целую под воду круп, да и красную бумажку прибавь. Такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божьей не устоишь. Но ты, я думаю, устоишь, подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет. Услыша, что даже издержки покупчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость был совершенно глуп. И только прикидывается, будто служил по статской, а верно был в офицерах и волочился за актерками. При всем том, он, однако, не мог скрыть свои радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошел к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал «Эй, Прошка!» Через минуту было слышно, кто-то вбежал в попыхах в сене, долго возился там и стучал сапогами, наконец, дверь отворилась и вошел Прошка. Мальчик лет тринадцати в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же. У Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. всякое призываемое в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сене, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул на это из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие высокие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику. Радиозвезда Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Вот, посмотрите, батюшка, какая рожа! Сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. Глуп ведь, как дерево. А попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Ну, чего ты пришел, дурак? Скажи, чего? Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. «Поставь самовар, слышь, да вот, возьми ключ, да отдай маври, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю. постой, куда же ты, дурачина, эх, дурачина, о, какой же ты дурачина. Чего улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя знаешь, березовым-то веником, чтобы для вкуса-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Вот, попробуй-ка, пойди в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, продолжал он, обратившись к Чичикову, после того, как Прошка убрался вместе со своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя, ведь черт его знает, может быть, он просто хвостун, как все эти матишки. Наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет. И потому из предосторожности и вместе, желая несколько, поиспытать его, сказал он, что не дурно бы совершить купчую поскорее, потому что девчеловеки не уверен, сегодня жив, а завтра и бог весть. Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списочка всем крестьянам. Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес, ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ, такие воры, а вот разве не это ли он? Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке, еще покойница делала, продолжал Плюшкин. Мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила каналья. Козявки и всякую дрянь было напичкались туда, но я весь сорта повынул. Теперь вот чистенькой я вам налью рюмочку. Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел. Пили уже, и ели, сказал Плюшкин. Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь, он и не ест, а сыт. А как эдакый какой-нибудь воришка, да его сколько не корми, ведь вот капитан приедет, дядюшка говорит, дайте чего-нибудь поесть, а я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть верно нечего, так вот он и шатается. Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же, я как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть. Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он поподчевал своего гостя такую пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно как мошки. Были там всякие. И Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий «Доезжай, не доедешь». Всех было сто двадцать слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город. В город? Да как же? А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить. Так не имеете ли какого-нибудь знакомого? Да какого же знакомого? все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшки, как не иметь! Имею! Вскрикнул он. Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать! Однако рытниками были. Вместе по заборам лазили. Как незнакомый! уж такой знакомый! Так уж не к нему ли написать? И конечно к нему! Как же уж такой знакомый! В школе были приятели! И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства. Явление подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе обступивший берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные барением руки. Появление было последнее. Глухо все и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее. Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Ваши любимые книги каждый день в эфире Радио Звезда и на нашем канале в Ютьюбе. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова